МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Чистый город. В Бобруйске обсудили вопросы благоустройства. В Бобруйске нужно ставить пример всем другим регионам. Какие планы на этот год? Без маски вход запрещен. И нами продолжаются проведения надзорных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Что грозит нарушителям? В июне 44-го в Бобруйском районе пройдет масштабная военная реконструкция. Максимально стремимся показать, что все-таки происходило именно на этом месте. Когда восстановят хронологию событий Великой Отечественной. А также мобилизационные учения, дождливая среда и до свидания школа. Республиканский последний звонок для учащихся 11-х классов проведут в Бобруйске. Какая программа? Сфера интересов людей. В Бобруйске обсудили работу ЖКХ, в частности благоустройство города, подготовку организации к отопительному сезону. Разговор получился откровенным, длился больше трех часов. О коммунальной отрасли и не только. В следующем материале. В народе говорят, понедельник день тяжелый. Правда для коммунальщиков других и не бывает. Вторник это или суббота, неважно, работы всегда достаточно. На заседании в Бобруйском гороисполкоме специалисты сферы ЖКХ. На повестке два вопроса. Подготовка к осенне-зимнему периоду и благоустройство. По многим направлениям подготовки и прохождения осенне-зимнего периода, как раз город Бобруйск нужно ставить в пример всем другим регионам. Но вместе с тем мы должны понимать, что вот за такой, можно сказать, спокойной планомерной работой, конечно, стоит вот с другой стороны кропотливая работа по подготовку, по определению этих проблемных мест и их решений. Что касаемо осенне-зимнего периода. Правильная подготовка к сезону – это комфорт и безопасность людей. Так Александр Студнев акцентирует внимание. Жилые дома индивидуального сектора застройки необходимо переводить на отопление от сетей газоснабжения или с использованием энергии на нужды отопления. Неправильная эксплуатация печей, к сожалению, часто приводит к пожарам. В апреле 2020 года там вышел еще указ 127-й, который позволяет возмещать гражданам затраты на установку именно электроотопления, горячего водоснабжения, оборудования. Компенсируется порядка 20% от стоимости затрат, которые несет гражданин. Значит, и, ну, не более 40 базовых величин. В первую очередь гражданин должен ознакомиться с тарифной системой. То есть выбрать, по какому тарифу он хочет у себя организовать. Всего в Беларуси три тарифа. Второй вопрос – благоустройство города. О дорогах. 2021-й уже бьет рекорды. Минская интернациональная проспект строителей. Спецтехнику можно увидеть буквально везде. Объем работ большой. Фрезеровка, укладка нового асфальта, замена бордюрного камня. Все видят, что в этом году началась высадка в клумбы. Конечно, погода не совсем иногда дает нам работать в этом плане. То были холодные ночи, при которых цветочная продукция, она может вымерзнуть. Поэтому немножко затянулось процесс высадки клумб. Ну и дожди тоже мешают. Осталось нам завершить на Минской, это в районе кошкомбината, большую клумбу. Но в основном уже посадка выполнена. Все высажено где-то порядка 200 тысяч цветочной рассады. Вообще планируется более 380 где-то тысяч цветов высадить в этом году. Работа по наведению порядка – дело не одного дня и даже месяца. Но чисто должно быть везде и всегда. Это безоговорочное поручение Александра Студнева. В городе должен быть идеальный порядок. Не хватает дня – работайте ночью. Создать бригады, которые должны убирать вечером, ночью город. Особенно после выходных дней. Не остается без внимания и покостровы. Зеленые ровные газоны – это красота и комфорт. Однако рабочих рук не хватает. Поэтому желающим прямая дорога в Бобруйский ДЭП. Заработная плата от 600 до 1300. Но 1300, чтобы все понимали, это зарплата с учетом переработки и, естественно, без выходных. То есть это напряженный график работы. Коммунальные службы делают все, чтобы горожане чувствовали себя уютно на улицах и проспектах города, в парках и скверах. И все-таки чистота начинается с каждого из нас. Максим Кемпель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Внимание, дети! В Беларуси в преддверии летних каникул стартовала профилактическая акция ГАЭНа. Продлится по 5 июня. В этот период автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Штраф до 87 рублей. Косавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Целью данного мероприятия является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Так как многие сейчас дети, кто-то уедет в деревню к бабушке, кто-то останется в летних лагерях. Напомнить также не только детям, но и водителям, что у детей появилось много свободного времени, и они, соответственно, будут гулять на улице. Поэтому нужно быть внимательными и осторожными. За 4 месяца этого года на территории Мегилевской области дети стали участниками 12 аварий. Пострадали 14 ребят. Наколуне вечером в Грабово Бавруйского района водитель легковушки сбила 7-летнего велосипедиста. Ребенок не справился с управлением и упал на проезжую часть. Мальчик с травмами доставлен в реанимацию. Необоснованная цена, последний звонок и ограничение рейсов в Белаве отменило полеты в Вильнюс, Лондон и Париж. До какого числа? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Сообщить о завышении цен на потребительские товары можно комитету госконтроля. Для этого надо заполнить специальную форму на сайте ведомства, указав наименование торгового объекта и приобретенного товара. Информация предоставляется анонимно. На веб-странице КГК сейчас также действуют онлайн-панели обратной связи по вопросам выплаты зарплаты в конверте и завышения цен на лекарства. Белорусский авиаперевозчик отменил полеты в Вильнюс. Ограничения продлятся до 26 июня. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого и необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов. Также отменены полеты в Лондон и Париж до 30 октября. В Белаве отметили это связано с решением Великобритании и Франции запретить выполнение рейсов белорусского авиаперевозчика в эти страны из-за них. Республиканский последний звонок для учащихся 11 классов проведут в Бобруйске. Сюда пригласят лучших выпускников из всех регионов страны. От каждой области по 100 учеников. В программе возложение цветов на площади Победы торжественная линейка перед Бобруйской ареной, где наградят в различных номинациях лучших выпускников концерта и дискотеков. В последнем звонке, который состоится 27-28 мая, примут участие около 2000 выпускников. В Бобруйске пройдут учения с 3 по 11 июня. В них примут участие подразделения сил специальных операций, задача которых любым способом помешать выполнению мобилизационного задания комиссариата. Все это условно, однако возможно минирование либо захват здания военкомата с использованием взрывопакетов, светошумовых гранат и холостых патронов. В получившем повестке необходимо явиться в военкомат и отметиться. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 мая. В среду будет облачено с прояснениями ночью и утром. Временами пройдут дожди, местами сильные. Днем кратковременные в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля. Днем 16-22 градуса тепла. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки в стране зафиксировано 840 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 387 818 человек. В стране начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса. Их пожелания получают те, кто собирается выезжать за рубеж. Такой документ можно забрать в поликлинике, в которой делали прививку. Или заказать на сайте медучреждения. Данные вносят на русском и английском языках. Справка платная. В среднем ее стоимость 2 доллара. А всем, кто привился от коронавируса, но не планирует выезжать за пределы страны, в течение года после вакцинации могут выдать специальную выписку из медицинской карты. Не время расслабляться. В Бобруйске продолжают действовать антиковидные правила. Еженедельные эпидемиологи мониторят общественные места. В очередной рейд отправилась Карина Гуревич. В кофейне на Советской тихо. Но неожиданный визит эпидемиологов оживляет утреннюю обстановку. На входе бесконтактные санитайзеры, сотрудники в масках. Без нее не обслужат и клиента. Однако забывчивым гостям предлагают одноразовую. Крышечки и подставки лежат сбоку. Их можно взять своей рукой. Каждый день персонал измеряет температуру. В помещении проводят санитарную обработку. Столы и стулья на улице не исключение. Мы стараемся рассаживать людей так, чтобы у них была достаточно большая дистанция. Также предупреждаем, если нет свободных столиков, стараемся через один садить. Если, например, люди хотят все равно сесть, мы предупреждаем о том, что вы ответственно все несете на себе, потому что дистанция может не соблюдаться в каких-то расстояниях. Я не заметила разницы, вот приехав из России сюда, что какая-то разница. Все так же носят, соблюдают режимы масочные. Обеденное время – салон красоты в районе Дома связи. Эпидемиолога встречает администратор. Ресепшн застеклен. Здесь же антисептик и разделительная линия. А еще памятка – напоминание об антиковидных мерах. Мастера в масках, а вот клиенты не все. Журнал ведется у нас температурный. Записываем, сотрудники меряют. И разметка, ограничения тоже есть. Вы всегда маску носите? Ну, на улице не обязательно, я думаю. А в повещении, в общественном месте желательно, конечно. Чтобы, как говорится, окружающие ни тебя не боялись, ни ты их не боялся. Конечная улица Держинского. На остановках общественного транспорта не все так гладко. Открытое пространство создает иллюзию безопасности. Именно здесь чаще всего можно встретить людей без средств индивидуальной защиты. При виде эпидемиолога все хватаются за маски. Я в магазине постоянно, вот почему она с собой. Так вот хожу, вот она прибежала, жарко. На улице могу снять я ее. А в магазине везде, везде маски. И нами продолжаются проведения надзорных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Значит, если брать всего за этот год, то мы уже проверили, проверили, оценили более тысячи объектов. Нарушения выявляются где-то в процентов 40 случаев. Поэтому за истекший период года мы уже выдали порядка более 170 рекомендаций. 74 предписания. 72 предписания приостановления. Уже наложено 42 штрафа именно по данной тематике. В самих автобусах ситуация куда позитивней. Кондуктор 19-ки в маске. Пассажиров просят соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Вы считаете, маску нужно носить? Конечно, надо. У нас объявлен приказ даже в масляный режим. На каждой конечной обрабатываем автобус антисептиком. Хорошо, а если у вас пассажиры в маске, без маски, как с этим? Говорим, чтобы одевали маски в салоне. Мы конкретно проверяем прежде всего запасные средства. Как правильно эти используются средства. Ведутся ли журналы, как обрабатываются столы. Соблюдается ли масочный режим работниками самими. Ведутся ли журналы термометрии. Какие профилактические беседы проводят с посетителями тех или иных объектов. Масочный режим действует не просто так. Он – необходимая мера защиты. Каждый человек должен думать как о своей безопасности, так и об окружающих. Использовать средства индивидуальной защиты необходимо везде, где невозможно обеспечить социальную дистанцию. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Освобождение Бобруйска. В Щатково пройдет масштабная реконструкция битвы времен Великой Отечественной войны. По словам организаторов, заявки подали уже 30 военно-исторических клубов. Это более 250 человек. 26 июня гостей ждет яркое шоу. Более 10 ДНС техники. Грузовые машины, танки, артиллерия, мотоциклы. В планах использования авиации и пиротехники. По масштабу реконструкции уступают лишь Брестской крепости. Там цифры достигают 10-15 тысяч зрителей. Мы хотим не просто показать развлечения, развлекательные шоу. Нет, мы показываем правду. Максимально стремимся показать, что все-таки происходило именно на этом месте. Именно вот в эти даты. Бобруйск неслучайно выбран в качестве дислокации. В 1944-м город на Березине стал отличным плацдаром для продвижения Красной Армии и последующего освобождения всей Белоруссии. А операция Багратион – самая крупная в истории человечества. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова